Добрый день, я Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня тема заборы. Какие заборы в России? Больше расскажу о том, какие заборы в Европе, какие принято делать, какие делают. В основном в России мы очень любим заборы высокие, двухметровые, огромные такие стены, кирпичный, либо монолит. Такой забор на самом деле очень сложно декорировать, очень сложно его вписать в ландшафт, так, чтобы он не бросался в глаза, не выделялся. То есть, выходя на свою территорию, чтобы вы не видели забор сразу же, а видели красоту, красивую зеленую территорию, с зонами отдыха, возможно, с какими-то водяными сооружениями, прудиками, чтобы это расслабляло. Но, как правило, такие заборы, они не вызывают подобных чувств. На помощь, конечно, приходит озеленение. У меня есть много видео про живую изгородь. Почему? Потому что она декорирует забор, его не видно. Она скрывает недостатки, подчеркивает красоту живой природы. В Европе, как правило, приняты небольшие заборы. И как сделаны? Они из двух частей состоят, как правило, заборы. То есть, нижняя часть, либо это натуральный камень, либо цементная стена, каким-то образом там покрашена, плиткой даже сделана. Она примерно, вот эта вот нижняя стена, всегда идет на уровне 50-60 сантиметров. Самый максимальный, который мне встречался, это метр эти стены. Плотные такие, чтобы мы выполняли функцию защитную. А сверху уже идет такая решетка, либо вот как здесь выполнена металлическая решетка, либо деревянные такие. Такой забор, конечно, можно через него перелезть, но если использовать с внутренней стороны живую изгородь, то вряд ли у кого-то это получится. Мне интересно ваше мнение. Выскажите в комментариях, какой забор вы бы предпочли, глухой, высокий, либо в два уровня, как используют в Европе. Какой, на ваш взгляд, более приемлем для вас? Сейчас покажу вам примеры заборов, которые характерны здесь, часто используются. Здесь натуральный камень использован внутри и с цементом скреплен. Ничего необычно, очень просто. И размером вы видите. Есть углы на этой территории, и, соответственно, сам забор идет лесенкой. Как можете видеть. И смотрите, сравнивайте, какого размера он. Здесь только нижняя часть посажена в бугенвилле. Ну, еще эта территория, только начало строительства. Но забор вы уже видите какой, около метр высотой. В виде лесенки и сам этот забор. Здесь даже живой изгороди нет. Сейчас пример забора покажу, где есть живая изгородь. И, как вы знаете, живую изгородь обычно делают из тех растений, которые очень хорошо растут быстро и не требуют особого ухода. И очень зеленые. Здесь вообще у нас вот внизу, сколько тут, наверное, сантиметров 50 сам забор. Но внутри огородительные металлические трубы. Посажены кусты. Когда подстригаются, они такие достаточно колюченькие становятся. Сами металлические трубы. Понятно, что их не красить, потому что невозможно там уже внутри куста это все покрасить. Но суть такая, что никто через него не полезет. Здесь забор тоже сделан лесенкой. Когда вы формируете живую изгородь, вы должны понимать, что через несколько лет это будет ветвистая стена. Некоторая с колючками. В Генвиле, если делать, то там шипы. Через нее точно никто не полезет. Боярышник используют в таких живых изгородях. Но он, к сожалению, не является вечно зеленым растением. И сбрасывает листву на зиму. Вместо вот этих металлических труб, еще бывает, просто делают отсюда, сетку-рабицу ставят и заращивают ее зеленые изгороди. Видите, размер получается где-то метр. И металлические брусья. Но она не глухая, она дает ощущение большого пространства, воздуха, простора. Вот такие заборы, они помогают в этом, выполняют как раз-таки вот эту задачу очень хорошо. Если ставить глухой забор того же размера, то это уже будет не так выглядеть. Здесь даже живая изгородь еще не выращена. И вполне функцию защитную этот забор выполняет. Даже вот в таком вот виде. Планируйте свои заборы так, чтобы они несли не только защитную функцию, но еще и декоративную. Подчеркивали красоту вашего участка. А вот этот забор, это он уже с живой изгородью выращенный. Посмотрите, примерно метр идет сам забор. Внутри там металлические тоже трубы поставлены только вертикально. Примерно через расстояние 10 сантиметров друг от друга. Если использовать в оформлении забора живую изгородь и делать забор достаточно невысокий, делая там внутренний каркас из металлических труб, через пару лет вы получите вот такую вот красоту, у которой будут выполнены сразу же две функции. Это защитная и декоративная. Заливают, как раз-таки устанавливают вот эту стену, заливают из бетона, цемент, песок, готовят смесь, устанавливают, формируют сначала вот такие вот опалубки, формы, заливают туда цементную смесь и получается прекрасный забор. Первый уровень 50-60 сантиметров. А сейчас пойдем немножко подальше. Там уже повыше сделали. Примерно метр. Нет, еще не залили. И там внутри еще решетка. Металлическую устанавливают. Металлические стяжки для большей прочности. Технологии здесь скрепляют все. Вот, пожалуйста, это будущий забор. Забор по периметру высотой 1 метр. Здесь также будет посажена живая изгородь с внутренней стороны. Внутри металлическая арматура, распорки, балки и скрепляется все это. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И желаю вам красивых заборов. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!